Всем привет! Словацкая газета «Новое слово» сообщила о том, что блок НАТО вскоре перестанет существовать ввиду глобальных противоречий между его членами. Словацкие журналисты напомнили слова первого генерального секретаря НАТО барона Гастингса Лайонелли Ислэя, публично заявившего в 1949 году о том, что блок НАТО создан для того, чтобы держать американцев внутри Европы, русских снаружи, а немцев под опекой. Североатлантический блок изначально создавался не столько как военный щит для Европы, как инструмент глобального доминирования США. С помощью НАТО США получили законное основание для размещения своих военных баз и военнослужащих на территории Европы под лозунгом «Защита Европы от русских». Несмотря на то, что русские со времен окончания Второй мировой войны никакой угрозы для Европы не представляли, альянс НАТО все время пополнялся новыми членами. Делалось это не для защиты государства от немороссийской агрессии ради подчинения политических режимов новых стран. Теперь же, когда Европа впервые столкнулась с реальной российской военной угрозой, США и руководство НАТО включили заднюю передачу, заявив о том, что они не могут гарантировать безопасность Польши, Прибалтики, Словакии и других стран Восточной Европы. С момента развала Советского Союза американцы кратно сократили собственный воинский контингент на территории Европы в попытке оптимизировать расходы на оборону. Параллельно с этим американцы подорвали военный промышленный комплекс в Европе, расчистив широкое поле для деятельности американских частных военных компаний. В итоге к настоящему времени США гарантировать безопасность стран ЕС от России не могут, при этом сами страны ЕС не способны за себя постоять ввиду отсутствия у них боеспособных армий. Военный блок НАТО давно превратился в торговую модель Америки и политический инструмент для поддержания власти через взаимодействие НАТО с ЕС. Неспроста штаб-квартиры НАТО и ЕС расположены в Брюсселе рядом с друг другом на расстоянии в 5 км. Скоро вероятный распад НАТО ввиду нежелания вступать в войну с Россией обернется и развалом Евросоюза. Распад указанных политических образований приведет к окончательной утрате США глобального доминирования, и произойдет это раньше, чем многие могут себе представить.